Сегодня у нас в гостях Анки Хеник из Берлина, которая занимается словистикой, которая занимается современным романом. У нас сегодня будет много разных сложных терминов, да, уже альтер-модернистский роман, роман настоящего времени. Для меня, как не литературного веда, не литературного критика, все это где-то вещи достаточно новые. Тем не менее, в том, чем занимается Анки, и я надеюсь, мы в дискуссии это будем активно обсуждать, есть выход на современность в самых разных аспектах. Речь идет о том, как те структуры, которые задают современный термодернистский роман, влияют и на нашу политическую, социальную, культурную жизнь. Ну, и по меньшей мере, как корренируют с этими практиками самыми разными. И я еще хотела бы перед тем, как Анке дать слово, сказать, что мы благодарны Лофту за то, что вот здесь есть возможность провести нашу лекцию, за поддержку приезда Анки, мы благодарны посольству Германии. Просим вас заполнить аркетки, поскольку мы как-то стараемся учитывать вот те темы, которые вы предлагаете, да, для лекции. Ну, и также интересуемся, кто является аудиторией нашей лекции. Ну, и если есть журналисты, просим не забывать, что организаторами является Европейское Кафе, и на это указывать. Вот. Ну, и сейчас я предоставляю слово Анке, тема идентичности, постнациональное сообщество поэтина настоящего времени в термодернистском романе. И, как обычно, у нас будет лекция и потом дискуссия, да, возможность самых разных перспектив обсудить то, о чем Анка расскажет. Большое спасибо. Большое спасибо, что вы пришли. Большое спасибо Ольге Европейскому Кафе за приглашение. Мне очень приятно и очень интересно быть здесь сегодня, говорить о романе настоящего времени. Ольга мне сказала, что следовало бы, во-первых, и с самого начала объяснить этот странный термин в названии, альтомодернистский роман. Это понятие искусствоведа Николая Бурьё, и можно его перевести очень просто, как альтернативный или другой модернизм. В моем докладе я хочу задаться следующим вопросом. Как форма асинхронного, то есть несинхронного настоящего, разрабатываемая экспериментальным романом с конца XIX века до сегодняшнего дня... Микрофон, он включен? Хорошо. Извиняюсь. Лучше слышно? Хорошо. Хорошо. Еще раз. Да? То есть я в своем докладе хочу задаться следующим вопросом. Как форма асинхронного, то есть несинхронного настоящего, разрабатываемая экспериментальным романом с конца XIX века до сегодняшнего дня, создает постисторическое сознание? Как асинхронное настоящее определяет идентичность сегодня и как оно открывает перспективы на постнациональное сообщество? В совместном с Арменом Абинессианом написанной книге о поэтике настоящего времени мы исследовали опыт разновременной современности, который дает нам роман настоящего времени. Надо сказать, что в настоящее время мы понимаем и как опыт читателя, и как время происшествия самого романа, и главным образом, как романтическое время, использованное экспериментальным романом. Каким бы простым это ни показалось, роман настоящего времени использует именно в романтическое настоящее время. В отличие от классического повествования, романа XIX века, который преимущественно выстраивает повествование в прошедшем грамматическом времени. Для облегчения я буду говорить о преснице, если идет о грамматическом времени, в отличие от настоящего, которое в настоящее время, но почитателя, время происшествия самого романа. Повествование в преснице на сегодняшний день насчитывает более чем столетнюю историю, изменчивая течение которой возник самостоятельный литературный космос, который разрабатывает нетрадиционные формы субъективности. Преснице и роман, на наш взгляд, имеют два начала. Одно из них мы находим во внутренних монологах, например, Эйдуарта Дюжатана, Артура Шлицера или Джеймса Джоуза. Присутствие и абсолютное настоящее были понятия немодернизма, которые способствовали выявлению таких эстетических феноменов, как мегабельность, внезапность, моментальность. Однако при этом пограниченная ситуация в модернизме настраивается на длительность и выступает против традиционного повествования. В результате чего в преснице вносится непрестанное эстетическое прерывание, инсекционализируется, перманентный разрыв с традицией, например, формирование идентичности. То есть модернизм вырабатывает форму постоянного отхода традиции. Презинс, то есть романтическое в настоящее время, роман в настоящее время, пишется так, чтобы он постоянно и всегда отошел от традиции. Второе начало презинсного романа является таким же негилистическим, и его можно обнаруживать в документальной прозе, например, в русской революционной литературе авангарда. Примером может служить литература факта, правоспоршаемая Сергеем Тветьяковым, Николаем Чужаком в 1929 году. Авангардисты употребляют презинс в целях фактографии, то есть в целях литературы факта, посредством чего избегается складывание фикциональной фабулы, а во-вторых, происходит агитация против вымысла как прогового, то есть против фикции или сегодня, скорее всего, фикшен. То есть с пропагандой или с агитацией против фикшен происходит агитация фактической языковой работы. Роман должен быть заменен оперативным очерком. Писатель, чья работа порождает только бумажных людей, журналистов, которые должны быть сделаны с журними людьми и не с бумажными. Книга «Люди одного костра» Третьякова написана о авторах, чьи произведения, в свою очередь, были сожжены на рейс-кристальных. Это уже в своем роде какое-то постнациональное сообщество модернистских и политически активных авторов, которое формировалось их поэтикой, распознаваемой в их книгах, и было уничтожено. Вот одна цитата из книги «Люди одного костра» Сергея Третьякова, написанная в настоящем драматическом времени. Джонни зовут его близкие, Джонни зовут его совершенно незнакомый дебилетский рабочий. Он брат Гренла Герцфейда, директора, распорядителя радикального издательства «Мангферлах», занявшего своим изданием почетное место «На гитлеровском костре». Речь идет, может, кто знает, о Джонни Хартфейд, фотографе, монтажере, явным активным художником 20-х годов. Третьяков нам здесь показывает мир фактический, они выдуманы, и выражает он это через употребление признанца. Описываемые люди, не действующие лица, действия которых образуют какую-то вымышленную историю, а писатели, издатели, журналисты, то есть люди, чья профессиональная деятельность заключается в создании, в этом случае, арамагардистского искусства. Фотография соотносится с актом создания произведения и с критикой существовавшей до сих пор литературной практики, а также требованием новой литературной практики. Так, в уже цитировавшейся книге в очереди Третьякова о Брехте, читаем, товарищ, товарищ Бертбрехт, поднимайтесь с вашего низкого кресла на точных шарнирах коленних суставах, перестаньте на секунду бить сгущенные веки умозаключения, почему эти люди здесь, а не в ячейках, не в бури митингов безработных, почему в здешнем домословии и с молодыми мне почувилось слово штамптиш-падитель. В каждой пивнушке есть свой завсегатай. У этих завсегатаев есть свой стол, штамптиш. За этим столом они пьют пиво и разговаривают о политике. А пиво нажимают себе слоновую печь от разговоров полной отвычки, отвычка политического действия. Вы человек Советского Союза и прямого действия отвечает Брехт. Писатель Вертон Прехт, Лико Рума за заключение, разговоры о политике. Все это имеет документальный характер и соотносится с условиями литературного производства. Критиков выступает против инвентаризации литературного производства и за оперативную литературу. Как уже стало ясно из его очерка Джон Харфпиле, критиков пропагандируют писательское вмешательство в действительность, фабрику фактов, когда он, как в этом примере, ведет разговор с литературами. Впоследствии романы, написанные в традиции немецкой нововещественности и в кругу французского нового романа, подхватывать юристические жесты авандарда. Пример этому служат повествования от имени Асимула Бекетта и на немецком языке Петера Вайса. И, наконец, к концу XX века среди текстов, написанных в признце, появляются художественные произведения, написанные в формате повествования от третьего лица и в них можно уже распознать альтермоделистскую тенденцию. Она именно состоит в том, в передаче неодновременности в ощущение настоящего времени. Презинс в исторических романах Клод Симона, о котором еще буду мне уж рассказать, настоящее прошедшее, презинс таким словом становится неодновременным, а синхронным и находит перед всяким настоящим некое прошлое. А чтобы выразить этот ненастоящий момент, он дробит настоящее. С помощью концепции асинхронии дается ответ о возможности повествования о прошлом. Тезис классического романа можно суммировать так, о прошлом можно рассказывать. То есть повествователь форма классического романа владеет прошлым, о нем можно рассказывать. Антитезис модерна и авангарда скорее всего власят о прошлом рассказывать невозможно. А суждение актуального презинсного романа, то есть альтермодернистского романа такова повествование в прошлом. То есть презинс настоящего драматического грима, выражающего прошлое, который мы называем альтермодернистским презинсом продолжает поначалу сугубо антификциональную инновацию модернизма и возрождает жанр романа, выражающийся в критике классического повествования. Невозможно использовать язык для того, чтобы преодолеть время. В чем уверяет нас повествовательная фикциональная классика. альтермодернистская практика тоже не следует программам авангардистских манифестов, пропагандировавших по поводу времени бездобой революции. Асинхрония альтермодернистского романа и попросту обращать внимание читателя на то, что всякое решение, будто героя, то есть будто читателя, происходит в настоящем времени, то есть сегодня, здесь, сейчас, в тот момент, в котором читатель читает, думает, действует. И самое главное, что всякое решение не только происходит в настоящем времени, но и изменяет в настоящее время. В настаивании на решительном моменте настоящего времени лежит, по-моему, этическая установка признанного романа, то есть альтермодернистский роман не рассказывает о том, как герои поступал, как в классическом романе, и не призывает его авангардистским манифестом к осуществлению будущего, а попросту предлагает читателю держаться. Читатель альтермодернистского романа сталкивается уже не с рассказанной повествователем историей, а скорее с языковой формой и фикциональностью, которая обращается в прошлое. Тем самым альтермодернистский роман намекает на кризис создания истории, наступавшей с медиальной модернизацией архивных правдей в XX веке и находящей свою кульминацию на настоящем глобальном интернете. Альтермодернизм в своей подрывной работе не довольствуется модернистскими повествовательными стратегиями и тоже не удовольствуется идеальной игрой. Новое исторгование реализма, новые идеи референции к истории исходят от акта переоценки документов. Новое обретение фактически посредством какого-то где можно даже назвать ретро-референциальности медиа само учреждает какую-то форму историчности. Примером этому может служить роман Георгика Глода Симон, который написан уже 30 лет назад в 1981 году, в котором рассказчик на то нашел архив своего предка и в котором рассказчик все время происшествия романа читает письма и документы своего предка. Можно привести и многочисленные тексты об архивах власти как рассказ о Мурра Петра Пеливна или я как бы в осисти с ними хочу вам и даже скорее всего как в противовес хочу вам показать ситуацию авангардистской литературы по-моему это очень параграмматическая ситуация литературная ситуация русского авангарда. Вы видите плакаты Джон Хартфельд на сцене, вы видите автора в той степени Третьякова, вы видите его произведение то есть он читает агитирует вы видите публику и вот здесь справа сидит архив о присутствии которого мы постоянно забываем если из этой ситуации представить себя артемагарнистский роман то он был написан именно вот этой стенотиписты которая подумала о том как именно та ситуация в которой она находится сейчас становится прошлой. Такой проект например на материале Дугославского настоящего в данный момент осуществляет Катя Кобовит назвать его проект в другой архив внесите и убирайте то есть The Living Archive Take In and Take Out здесь здесь следует обратиться к одному мифологическому сюжету классического исторического романа которого альтерматонистский роман избегает а именно тем что указывает на усмысленность архива это именно идея фактического существования и при том самому себе явленного настоящего как можно подтвердить всякий воспринимающий свое настоящее это настоящее видимо не воспринимается ни как законченное ни как самому себе понятное альтермодернизм наставит на том что никакое настоящее само себе полностью нервное и позволяет рассказать о прошедшем настоящем поэтому только они когда полностью не присутствующим к примеру по моему к примеру этому по моему может служить начало немецкого издания Минска Артура Клинова которое принесла с собой в нем есть первое воспоминание героя которое в детстве воспринимает какую-то неопределенную бетонную поверхность выясняется что это ступенька лестницы на которую молоденький герой поднимается на четверинках своему другу рассказ замещает я еще не знаю цитирую переводя текст как бы на русский я еще не знаю что в этом году первый человек гуляет в космосе что на западе битрость в головах молодежи создает революцию что три года раньше мужчина из солнечного города по имени Михарли Освальд отправился чтобы расстрелять президента Кеннеди и в Москве заговорщики в поле бюро сняли хрущева эта эра Брежнева началась я только иду к своему другу то есть в одном моменте в одном настоящее не только говорится об этом настоящее но и о всем том что в этом настоящее незнакомо не присутствует в сознании героя и в его настоящем как бы не уявлено или не присутствует присутствует только в форме рассказа или в форме вымысла отсюда по-моему надо понимать и модернистскую позицию которую я процитировала в начале что о прошлом рассказывать невозможно именно из-за того что не все о нем никогда не знакомо то есть оно всегда открыто незаконченное как бы полностью его нет есть его только частично и как раз поэтому прошедшее настоящее предстает в альтермодернистском романе не как анасташонное то есть как такое нам уявленное а именно как прошедшее альтермодернистский роман этим предлагает критику деформированные аппаратусами власти истории уже не в порядке рассказывания альтернативных историй а в плане вымышления прошлого как никогда не существовавшего настоящего почему это существенно эта стратегия открывает глаза на существенную именно незаконченность в себе всякого настоящего открытого для интерпретации в настоящем и для разночтения постфакту альтермодернизм уже не связывает ни одновременность прошлого и настоящего в форме удавшейся биографии не объединяя их национальное сообщество не подчиняя процессу модернизации или идеи прогресса вместо того ставится задача синхронизации множества глобальных перспектив из которых мы видим настоящее и прошлое хочу привести пример из уже названного романа Крота Симона говорится в нем о революционере принимавшем участие французской революции и красных короля вот как о нем рассказывается нему 50 он артиллерийский генерал амшер итальянской армии он живет в Инлане он носит ландир с золотым шитем на воротнике и пластоне нему 60 он наблюдает за завершением работ на террасе своего замка он удобно запутан в старом шевеле он видит черные точки вечером он умрет ему 30 он капитан он идет в оберу он носит приуголку синий ушитый талин мудир и соломную шпагу текст Симона пытается любыми средствами подорвать канонический порядок одновременно и ретроспективного чтения и как бы хронологической фабулы то есть хронологического действия скачки в тексте позволяют увидеть как из текста конструируется хронологический ход фабулы и как текст в то же время допускает опыт обращения с его прочтением хронологии однако при этом остается известная именно еще с эпохи модернизма попытка отмены хронологии приведение текста во временной пистолетов и нагромождение лирических отступлений то есть попытка субленно повествовательной суперсихронологии однако не является достаточной системой глагольных времен языка учреждает некий временной порядок только если этот порядок утрачивает силу а такова именно функция признанца у Симона читать ему больше не удается реализовать хронологический порядок фабулы в асинхронном признанце от модернизма можно рассказывать о конкретном историческом опыте 20-го столетия именно что в нем история была вывивнута history is an joint прорыв в истории 20-го века как революции и две войны изменили его в таком размере что восстановление исторического континуума уже не удается передавая травматический опыт альтермодернический роман не только на стороне продавших которых он вспоминает но и на стороне сегодняшнего читателя которому трудно понимать что именно произошло в этом последнем веке каким образом сегодняшний роман создает эту вывихнутую историю здесь хочу привести пример вступительное предложение к роману Альгерда Бахаревича потому что они очень белеской формой пользуются как и роман Симона в котором вы можете узнать похожий скачок времен вперед и назад похожий намекание на конец биографии своего героя то есть как и у Симона роман в дальнейшем рассказывает истории своей умирающей героини я говорю о романе «Ти эльцер автим гайден» Сорока на лисе Прикладно проспязь хелин и она помре потом на поховании ее начальнику догадется трохи поднахнушиться выбираю предантное слово а вот для Евангелия про то ремень Бог пропонывал количестве человеку тридцать годов життя но человеку было мало и он просил все более и более и в решете вытаживался без сердца тому пауза не будет надпи долг недоречная заушастная смерть скажем начальник и оно что только почало жить как бедная девчонка и все вокруг сгодно и скрушно закивали шерней зашутывающейся во властные тела а лень этих хрюли не ше не прошло и она сидит на своей информационной месте и некоторые разновидников ее за историю я мог бы от разу назвать то есть вы заметили что скачок времен очень похож на то что можно видеть в романе Симона там тоже есть намекания именно на конец географии героини как и у Симона роман в дальнейшем рассказывает историю своей умирающей героини Вероники в прошедшем времени и оставляет настоящее то есть настоящее время рассказчику который кстати в романе пребывает в разных временах рассказчик находится вместе со своей героиней потом некоторое время позже покидает страну по политическим причинам смотрит на картину Бривия которая дала роману название Саввок Наши Муницип на Веселец на по-русски на Веселец The Exter of the Garny В отличие от романа Симона Бахаревич приходит к первому лицу если он говорит о своем рассказчике и тем самым закрепляет настоящее время за рассказчиком и актом самого рассказа то есть за актом повествования это отличает его от текста Симона который как и многие другие модернистские авторы пользуются рассказом повествованием от третьего лица как я сказала вначале даже при присутствии рассказчика повествователя а именно эта форма он рассказа в настоящем времени ведет к тому что в настоящее время переходит ад рассказчика к читателю я хочу дать еще один кусок текста из Симона со своим генеральным штабом он остановился в замке Медельхаве он спит во дворцах он спит в конюшинах он спит в лесах он спит в палатке он спит в сожженной церкви он спит в пустыре замаскировавшим за высокой правой и заброшенной стройплощадки съезжившись на лестнице бункера противовоздушной обороной где на полу лужа застоявшейся воды целыми днями он убегает от преследователей посещая роскошные рестораны и публичные бани он спит на полной земле закутавшись в шиле когда он просыпается открывает глаза они оказываются заклеены зернистые сверкающие серо-белой непрозрачной массой имеется ввиду снег лицо и кавалерийская шильель покрыты снегом он рекомендует бережно обращаться с его полевым матрацем и шкурой берберской овцы если поначалу еще могло бы показаться будто различные ночевки образуют станции в рамках непрерывного действия к примеру нападеновских походов то вскоре проясняется что сам сон путешествует во времени сон встречается во или точнее проходит сквозь все времена нарядусь нападеновскими походами сон проходит через первую и вторую мировую войну как бы на письбукер например и включает сон самого рассказчика который находится среди этих героев которые не один то есть он указывает на большое число героев или рассказчиков сам рассказ находится среди них то есть среди этих героев а именно воспоминания о бомбере противовоздушной вороны принадлежит автобиографии Симоновского рассказчика который здесь находится в одном ряду с происшествиями во время наполеоновских походов визуальной поэме Артура Клино также развивается мотив сна поэме со своим названием Минск город солнца работает с двусмысленностью у меня оригинал покажу вам вот уже на скрине название отсылает и к солнцу что изображается большими буквами и к сна а в третьей части и по помощи к снегу которые присутствуют также у Симона поэма написана в настоящем времени то есть в резеце отсылающий это настоящее все-таки какому-то не полностью присутствующему настоящему или какому-то подсознательному настоящему извиняюсь что я не владею белорусским языком и надеюсь вы можете прочитать цитату на белорусском языке я ее буду читать на английском что Что родит эту поэму с альтер-модернистскими романами – это фигура третьего лица, которая является одновременно героем и рассказчиком поэмы. В потенциальности она тоже лицо читателя или туриста города или читателя альбома. То есть еще одна цитата – «A man walking in the woods of a sense of your dreams». И никто не знает, кто этот человек. Это может быть герой поэмы, это в каком-то смысле сам автор поэмы, и в каком-то смысле это именно тот турист, читатель, который пользуется альбом Клинов в своей походке через сегодняшний Минск. Я вам хотела привести еще одну цитату, из которого видно, что одно качество все-таки отличает оба белорусских текста от альтер-модернистского романа. И это что в обоих текстах конституируется или конституируется идентичность личности. Минск, в 10-х годах, его истории пресчет certain values. Альбом Клинов. Альбом Клинов. Альбом Клинов. Альбом Клинов. Альбом Клин Корнах. Альбом Клинов. Конечно, глобальном ходе с Это эзотические эзид 분들��니다. Их альбом Клинкуш. Эти эзотические характеристики прямо пострадались то, что в Canyon свой счет ур one, или отдел каждому х等у, в моемulk salу ничин breed никого характера, либо его защитно. Альбом Клинов, у Пельс. Как и пежukt. Как в тексте Вахаревича, здесь конструирована личность, которая обретает свою идентичность и свою субъективность на фоне безличности, создаваемой либо утопией коллектива, либо бюрократией режима. Оба рассказчика намекают, что не чувствуют себя наравне героями своих романов, то есть это как бы похоже на текст. Например, в оба текстах упоменяется Кавка, как автор романа и сами рассказчики чувствуют себя, будто героями Кавки. Но этот образ кажется создан, например, модернистской литературой, а в создании своего облика они не допускают и не приглашают читателей. То есть, на мой взгляд, это отличается, как бы, белорусских текстов от модернистских, в котором читатели присутствуют в другом виде. То есть, глобальное, настоящее, создаваемое искусством, то есть это модернистский роман, питаемый как бы неолиберальным капиталом и удостоверённый интернетом, создаёт, как бы другие формы субъективности, которые уже не похожи на идентичность. Возникновение новых мировоззрений в результате чтения, скорее всего, похоже на метанои, то есть на перемену вер. И сопутствует образование нового рода нет интернет-сообществ и миграционных способов поселения и переселения в косколониальном пространстве от первого до третьего мира. То есть, теперь я опять говорю, скорее всего, об этом модернистском сегодняшнем романе и о многих текстах одновременно. Это сообщество с другим уже не выслится в диалектике идентичности, автономии или автономно, или гидераномно созданной, а переводится в своеобразный план по этаномии, то есть созданным политически, созданным литературно. Идентифицирующий себя с героем реалистического или исторического романа читатель, в интермодернистском романе выступает вместе с субъектом чтения, который активно изменяет самого себя в своем прикосновении с личностью произведения. И это не обязательно герой, а это смесь героя, рассказчика, автора, субъективности текста, которая соприкасается с личностью читателя. В дальнейшем я буду ссылаться на английского философа Петра Освана, который предлагает возможность понимания современности вне зависимости от истории, а именно как глобальное настоящее. Современность, то есть отношение настоящего ко времени, современность, требует разъяснения отношения настоящего ко всему времени, то есть ко времени в его тотальности. Amazon, Google, Skype тут имеют аналогичные функции, какое в изобразительном искусстве выполняют глобальные пьеннадо. Литература занимает особую позицию среди современного, то есть настоящего глобального искусства. А именно задача производства глобальной, социальной и политической современности передаётся ей. Здесь имеется в виду, что современность сама собой является фикцией, то есть обязательно включает фикциональность, потому что время в своей тотальности фактически никогда не присутствует. Как я уже сказала, никакое настоящее не довольствуется самим собой, но открыто к прошлому, который уже не существует фактически, и к будущему, которое фактически тоже пока отсутствует. То есть современность есть оперативно работающая, постоянно применённая фикция, которая создаёт никогда фактически не существующее единство времён. Петер Овспорн нам поясняет некоторые аспекты этой современности. Современники — это в первую очередь те, которые разделяют с нами время и место здесь и сейчас именно совместно проживаемого настоящего. Проблема этого настоящего времени лежит, как уже сказала, в его спекулятивном характере. «Настоящее» имеет две центральные характери, которые мне позволяют воспринимать его непосредственно. Во-первых, «настоящее» существует только в отличии от прошлого и будущего, которые, как уже сказала, не присутствуют. А во-вторых, не существует социальная позиция, которая позволяла бы нам воспринимать взаимообусловленную тотальность времён. Всех трёх времён. Я вам уже дала пример из Минска автораклина. То, что все три времена нельзя воспринимать непосредственно. Поскольку настоящее образованного и спекулятивного единства всех времён, его можно воспринимать только в форме фикциональности. Это отличает наше настоящее, например, от, так сказать, более стабильного настоящего модернизма. Для модернизма существовал какой-то плодотворный момент, который открыл будущее, именно в настоящем, в котором коренились авангардистские возможности. На его месте сегодня появилась та гетерохронная, или, как мы говорим, асинкронная современность, которая именно образует нашу современность. Эта инстабильность современности выражается, например, в трудности дать ответ на вопрос, сколько наша современность уже длится. Я цитирую. Это отличное измерение современности, как единство времён жизни в настоящем, постоянно выявляет динамику сдвигов, которое настаивает на вопросе о том, когда начинается настоящее. Как объясняет нам Господь, современное настоящее не только разделяет времена, но и пространство. Если обобщаются в разделении социального пространства, принимают форму геополитического. И хотя геополитическое является фигурой временно-пространственной, она располагается в исторической сфере. Поэтому вопрос о том, когда начинает наш настоящий цитирум, имеют совершенно разные ответы в зависимости от того, из какого места ты геополитически думаешь. В зависимости от того, с какой стороны океана мы смотрим на мир, настоящее начинается либо 11 сентября 2001 года с терактом на Твенталовск в Нью-Йорке, или же с распадом социалистического блока, датированного, например, падения Берлинской стены, и 9 ноября 1989 года. Это как бы демонстрирует нам, что фикция современности с необходимостью есть геополитическая фикция. Здесь уместно делать ещё одно систематическое замечание. Оно касается глобального порядка, организации пространства после 1989 года и более конкретно новых отношений Первого, Второго и Третьего мира в нём. В так называемых глобальных исследованиях, как показала Нейн Секундий, империалистические и колониальные отношения Первого и Третьего мира неоднократно исследовались. Также иммиграционные движения между Третьим и Первым миром являются предметами исследований. Совершенно не пояснённые до сих пор, однако осталась система отношений Второго мира с Первым миром и с Третьим миром. Это касается орбиты языков, которых мы встречаем, преследственные романы, то есть и русской, и немецкой литературы. И, наверное, всё понятно, что если речь идёт о Втором мире, речь идёт о бывших социалистических странах на Востоке Европы. И я надеюсь, что потом в дискуссии мы можем подумать о том, насколько и это касается белорусской литературы. То есть русская и немецкая – это более понятно, чем я белорусская. То есть мне было интересно с вами об этом побеседовать. Краевольные камни глобального порядка пространства на территории немецкой литературы можно почувствовать, например, в так называемых «новых землях» и литературных институтах. В противоположность Мюнхеню, Гамбург, Гудюссельдорфу или «Старым землям» литературный институт в Лейпциге, например, перешёл от Второго мира в Первый мир. И, да, то есть менял мир, хотя не сдвигался с места. Для этой секунды понятие современности имеет три значительных для нас характеристика. Это, во-первых, сосуществование несовместимых наследств для наследия модернизма. Например, в создании истории литературы ГДР исполнены до сих пор оценки её участия в модернизме. Я предполагаю, что историкам белорусской литературы очень знаком этот вопрос и проблемы создания истории белорусской литературы, и спорный вопрос о том, насколько он принимает наследство модернизма или нет. Во-вторых, то есть вторая важная характеристика современности для Нэнси Конди в том, что она характеризуется новыми формами деятельной реториализации, как, например, Сменомир, в которую совершил лекции и не сдвилась со своего места. Согласно Нэнси Конди, такая деятельная реализация на месте характерная для населения бывшего Советского Союза на территориях новых независимых государств. А в третьих в нашей современности характерно планетарное время, которое уже не задаётся синхронизацией. Это отличает её от бывшего имперского времени, как она его называет, Советского Союза, которое, наверное, некоторые из присутствующих помнят это имперское время по постоянным, в том числе публичным, радиопередачам, в которых при передаче новости периодически и систематически указывалось на московское время, по которому все современники этого социалистического мира могли синхронизировать свои часы. Наша современность является асинхронной, потому что она имеет не меньше два временных начала, то есть 1989 и 2001 год. Причём, следуя Озбурму, я опять цитирую, сегодня современность, то есть фиктивное, взаимо обусловленное единство исторического настоящего, является транснациональным, потому что нашим модернизмом является по своей тенденции глобальный капитал. Согласно Озбурму, современность имеет статус регулятивной идеи в смысле Кампа. С одной стороны, искусство создаёт фикцию глобального настоящего, который является оперативным временем рынка. Рынок, а рынок в свою сторону, создаёт именно то глобальное пространство, которое в свою очередь создаёт рынок искусства. Я говорила о нём вначале моего доклада, намекая на транснациональные глининалы, например, вытесняющие Государственный Музей современного искусства, и на Амазон, вытесняющий городские книжные магазины, и на Гуглбокс, вытесняющий национальные библиотеки. Рынок, тем самым, являются документальной стороной той фигуры глобального фикционального фикционального которого создаётся искусством. То есть диалектика фиктивности и документальности, где мы находим с одной стороны рынок, который является пространственной фигурой этой современности, и искусством, которое создаёт её настоящим фикциональным путём. Антология современного искусства по разговору неизбежно постконцептуальная, потому что она наряду с фикцией современного неизбежно включает документальную сторону современности, которая является капитал. То есть настоящее как абстрактное, как единство нашего времени воплощается в сугубо литературном импульсе. Я отсекляю ещё раз, делает эксплицитным общую фиктивность постконцептуального произведения искусства, которое является эффектом его контрафактуальности, коренящейся в его концептуальном измерении и структурально вносит в него литературный аспект. тем самым и на этом я хочу завершить всё и уже очень долго. Время, настоящее время, современность может, то есть время только как рассказываемое, то есть как только как литературная форма может и даться современной. Спасибо за внимание. У нас сейчас время для дискуссии. Спасибо ещё раз за доклад в рамке многих геннаров. Так, вопрос у нас в госсусееве. Я, может быть, бы тогда началась с вопроса, я предпочитала что есть возможный доклад у нас, по поводу по экономии. У нас не гетерономия, то, что формировать роман, это не гетерономия, не автономия, а ещё какая-то форма. То есть гетерономия, насколько я понимаю, читатель принуждал нас формировать определенную форму генетичность. Автономия позволяет читателю быть свободным. Читатель поздно принес романа. Что подклывая роман? Я считаю, что способность чердак менять с самого суда. То есть читатель не автономия, не гетерономия, то есть потому, что роман не запасывает на него как только реальный то есть процесс чтения реального читателя, то есть он создает себя свою субъективность не автономно, но и не полностью ветераном, но в том смысле, что он уже не идентифицируется с героем романа, как я сказала, уже не переживает какую-то историю, а с ней сталкивается и в способности читателей изменять самого себя, то есть соприкосновений с литературным произведением. поэтому я называю патомогией, то есть это явление, в котором читатели изменяются, определяют самих себя в диалоге и соприкосновении с литературой ни автономно, ни ветераномно, то есть это, скорее всего, диалог. А если еще в завершении доклада речь шла о тех социальных и политических процессах, которые создают контекст, да, этой новой ситуации, о глобальном капитале, об этих различиях между, там, условно, первым, вторым и третьим миром, вот если эту патономию вынести в социальный и политический контекст, можно ли найти такую фигуру патономного поведения в этом контексте, в политическом, например, или, я не знаю, в экономическом? Я бы, то есть, где я его, скорее всего, могу наблюдать, это именно в связи с современными медиа, то есть, в связи с интернетом, в связи с социальными медиа, то есть, группами, которые формируются через Facebook, интересы, которые определяются через онлайн-медиа, которые иногда выстраиваются в моментах встречи или даже в организацию действий, но это, скорее всего, очень темпоральное, основанное на формах интернет-коммуникации сообщества, на политику и традиционные социальные системы, я думаю, они имеют, скорее всего, разрушительную, в смысле, вирусную функцию, они дестабилизируют их. Спасибо большое. То, настоящее, о котором ты говорил, это проблема, в том смысле, что модернизм, как как стиль, в случае от модерна социально-экономических реалий, он не то, чтобы укоренять в настоящем и живет, выпускает свои корни, не того, чтобы даже представлять себя, используем неотдаленное в прошлое и будущее. Он как фиксируется на этой корнократии, как на них отсутствует. Твой образ времени, а вот он делает, гангерский, в принципе, образ, он очень хорошо демонстрирует природу настоящую. То есть, когда история, органическая связь прошлого в будущем разрывается, в этом месте разрыва возникает так называемый настоящий, которым я вспоминаю просто другого представителя синхронного призранца, ну, такого предшественника, я в форме как ты говорила, который живет настоящим, но его постоянно, как он сам пишет, выбрасывает настоящим, его просто вышвыривает настоящим. И он пишет свои вспоминания или пишет какие-то превосхищения будущего, как вобить куда-то место, в которое можно укрыться от того, что постоянно как бы степо идти, но пока это сносится с этого настоящего. И он абсолютно не включен в этом смысле какие-то такие социальные активности, которые бы позволяли ему более-менее синхронизировать это существование к существованию других, таким образом, чтобы настоящий представлен проблемы. Ну, вопрос. Это вопрос. Вот этот типаж, в общем-то русский типаж, типаж конца 19-го, начала 20-го, первого века 20-го века. Вот человек, у которого шуткая проблема с настоящим, когда мы говорим о современности, это действительно не в том смысле, что он живет на пике настоящем, на пике актуальной современности, а для него проблема соотнести себя с такими людьми, живущими, самым настоящим, но абсолютно окмуникативным. И вот с этим временем тотальной истории, тотальной детальной временем, так называешь историей. Ну, вот этот персонаж уже выявился, вот ты говорила, о интернете не был бы в снах. Все вроде бы современности представляют проблемы. То есть мы сейчас жили действительно в будущем в одном месте и пространстве абсолютно в разных мирах, и это уже не проблема, это уже постсовременность, постсовременности выстраиваешь некие такие абсолютно двичные сводка, гомологии между тем, что происходило в театуре в начале века и тем, что происходит в начале этого века, в начале прошлого века. То, что происходило в европейской театуре в начале прошлого века и в белорусском начале этого века, то есть для тебя это такие аналогичные, это часть одного и того же процесса. Тут нет появился у нас пост модернизм еще как фигура но мы говорили об альтермодернизм я совершенно согласна что мы берем из вот роман типа просто как название поиска вытрачено время поиска вытрачено время вот этот способ переживания времени постоянного отрыва от прошлого травматического отрыва от этого прошлого которые герои как личность переживают как травму действительно разница сегодняшнего как у дома на настоящее время в том что будто ситуация та же самая то есть сегодняшний читатель который строит свою личность а также отторвана прошлого но это как-то трагматически уже не переживает наверное медиа с этими связаны но я думаю тоже определенная именно определенная история романа определенная можно даже сказать школа переживания которая именно создал роман дает читателю возможность переживать вот эту форму не одновременного настоящего как бы как знакомую ситуацию то есть кто читает литературу двадцатого века с этой ситуацией не одновременности своего настоящего настолько знаком что может быть его уже не травматизируют или боязни уже нету это может быть есть какое-то литературное переживание может быть даже постоянное литературное воспоминание но читатель по моему эта ситуация очень знакома и изменения которые происходили в романе двадцатого века по моему читателя приучили к восприниманию такой формы настоящего и я думаю что из этого травма потерялась то есть не только из-за единых изменений но и из-за истории самого романа который нам эту форму переживания уже дает значит разница между модернизмом и альтер-модернизмом то что в модернизме есть какое-то обещание непосредственности настоящего если этой непосредственности нет то она воспринимается травматично когда современности настоящие альтер-модернизме как продукт глобальной литературы и так далее то есть там всегда есть некая медиа вот этих времен асинхронность и так далее и тому подобное что я в этом всем слышу интересно и вот не интересно где я не прав именно философия времени модернизма с начала двадцатого века скажем Хапперсон, Гайдегер и особенно Вальтер Вениамин для кого диалектическая картина диалектическая спереди именно этот несинхронизм где настоящая это всегда идеальность через прошлое и через будущее то есть мне кажется, что именно в вопросах голосового модернизма я не знаю, если это можно так назвать как бы крутится об этой проблематике, которую мы видим в процессе романа «Альтер-модернизма» где я не прав? то есть в разрабатывании вот эта история романа, которая как бы сегодняшней субъективности дает возможность восприятия не одновременности настоящего мы, конечно, ссылались и на философию времени в конце концов, больше всего на Дереза, его философию времени а самым главным для нас было соединить опыт времени и опыт языка то есть в конце концов мы даже не пользовались ни Берксоном, ни Хайдегером и Расселин, чтобы объяснить, как наше восприятие времени устраивается через язык как выучение языка научивает и приучивает нас к хронологическому восприятию мира то есть по идее некоторая тоже философия языка можно это назвать и уставкиом, например, в начале века хронологическое восприятие мира то есть идея, что время происходит в прошедшем через настоящее будущее что мы так воспринимаем время хотя это видеть нельзя, конечно то есть присутствует одно настоящее что она хронится в прошедшем и отправляется в будущее это языковая фикция или именно та фикция, которая для нас создаёт грамматика то есть всякий, который выучит язык который правильно умеет употреблять грамматические беремена в своём языке во всех европейских языках имеет представление хронологического времени и для нас и от этого и тут есть как бы разница между философией времени модернизма и того, что мы занимаем альтермодернизмом то есть операциями языка другим использованием грамматических времен в романе можно для читателя создавать другое ощущение другое восприятие времени то есть и если спрашивать, где происходит с антипропия модернизмской травмы тогда это, конечно, классический то то есть роман уговаривает читателя уже менее травматическому восприятию времени да я сам я сам любительства образователь на философии но, как мне кажется, то, о чём вы говорите может быть иллюстрация смены паразивного мышления и изменение отношений и мы, вот, вы, как биологи описывают эволюцию живых организмов и сейчас описываете следы эволюции мышления можно так сказать может быть, не совсем верная аналогия но, вот, были такими организмами у которых обмен веществ был на основании неорганики, кислот и вот, совершенно жуткие паталитарные концепции мышления 20 века можно столкнуть с этими кислотами, с этой неорганикой просто смертельно для более сложной жизни а сейчас в литературе появляется нечто не столь самодавлеющее я естественными науками, к сожалению, не занималась поэтому не знаю, насколько можно произвести аналогии но, есть, конечно, аналогии то есть нейрология то есть исследования работы мозга где можно наметить какую-то смену парадигмы от идей исследований мозга в каком-то биологическом смысле до сознания того, что исследование самого мозга его нормирует то есть, что взгляды, перспективы на эти исследования, то есть парадигмы их тоже определяет то есть, при этом самом романе, настоящем романе, мы скорее всего видим, что как мы говорим о времени определяет, как мы его воспринимаем и смена парадигмы действительно определяет, как мы воспринимаем сам феномен то есть парадигма это не просто система описывания какого-то явления а скорее всего какой-то рекурсивный механизм, в котором феномен и парадигма, труд друга обуславивает себя да, я так считаю, да то есть, современные настоящие романы во-первых, они опять есть страны могут быть то есть, что очень впредит для ларитера Курагедовца по смене десятилетия и на то, что у нас есть роман он был в девнадцатом веке он умирал в начале двадцатого века и непонятно, почему он у нас теперь есть и откуда он появился то есть, были идеи такие возвращения, повествования то есть, будто роман классический, большой роман там, семьсот тысяч страниц возвращался к нам но, оказывается, он совершенно другой я хотела бы поделиться ощущение заключается в том, что формы, о которых вы говорили возможно обработали такими натурами то есть, вот эта работа с настоящим, с временем идентичностью вот это разрушение, да я, вполне возможно, в начале отработал, ну, как бы, кинематограф и мне почему-то показалось, что все фрагменты, которые вы показывали объединяют их кинематографичность если сравнить с тем же просто, да просто там три страницы посвящены вкусу, печенье, модель, да запахам, вкусам а все цитаты, которые вы показывали, они очень визуальны, да может ли такое быть, что, вот, альтермодернистский роман вторичен по отношению к кино ну, не знаю, вот фильм «Магнолия», вот, наверное, если все вспомнят там очень мимух, да где, потрясающая совершенно работа со временем какие-то безумные библейские метафоры, там дождь спадающих до лягушек куча сюжетов, которые, ну, это похоже? по-моему, по-моему, есть связь этого нового романа написанного на настоящем грамматическом времени и визуальной культуре 20-го века по-моему, не только кино, по-моему, это и фотография и движущиеся изображения и сегодня, как бы, компьютерное дилитальное изображение я в первый раз заметила вот это странное употребление грамматическим времен и первый раз она оказала на меня читающее как это влияние именно в связи с кинематографом а именно в связи с написанием то есть я его встретила в русских литературных так называемых литературных сценариев то есть это сценарий для будущих фильмов и первые появляющие вот эти сценарии там есть разные поэтики там так называемые железные сценарии или национальные сценарии они были написаны именно в настоящем грамматическом времени потому что они должны были быть нефикциональными они не должны были рассказывать они должны были передавать непременный факт в них встречаются очень интересные очень впечатляющие формы вот настоящего времени да, в большой как-то форме потом эта форма исчезает то есть в поэтике 30-х по 50-х годов то, что мы называем социалистическим реализмом или каталитарной эстетике это писание сценариев ведется назад к классическому роману пользуются прошедшее время выстраиваются любой действия то есть вот в этой смене я помню, что я первый раз почувствую, что тут что-то менялось но, по-моему, это нельзя сказать, что эта форма романа коренится исключительно в кинематографе потому что сам кинематограф имеет сугубую проблему со временем он замечается именно после конца шумфеля то есть конца нового фильма то есть конца монтажного кино который в то время как он переживал свой конец и сам не знал, как он будет существовать в истории то есть форма времени в кино которая определяется как да, кино времени это изображение времени как называется образ времени да, то есть образ времени в кино то есть первая форма кино которая там до Холливуда примерно определяет кино кино движущего образа он заменяется образом дремя и вот этот образ дремя разрабатывается в диалоге из литературы пример русского сценариста Александр Жерстя, например экранизировать которого не буду в кино, не резин, что их не удалось именно из-за образа времени который в то время не работал в кино сколько, по-моему, это было бы возможно то есть вот диалог именно экрана и литературы на вот это вырабатывание нового переживания времени по-моему, просходит через весь двадцатый век А я могу, в связи с этим не могу сейчас отказаться вопрос по капиталу задал мне кажется, это очень связано я могу даже пояснить, почему мне так кажется в каком смысле ты употребляла вот это слово в качестве некого такого фундаментального объяснительного фактора для всех этих эстетических трансформаций с одной стороны очень конкретно в смысле установления рыночной системы литературы после окончания как бы социалистических литератур по-моему, здесь можно говорить о литературном маркете или нету? литературном рынке есть литературный рынок в Беларуси в Беларуси в Беларуси про Беларусь вопрос да, то есть литература до сих пор политическая государственная или распределяется одна все все сложнее потому что 90 книг представленных в книжных магазинах в Беларуси привезены из России на русском языке то есть здесь большинство книг не белорусских то есть российские где-то цена о рынке белорусском просто нельзя говорить то есть да может зависеть мнение выражено то есть я имела ввиду с одной стороны книжный рынок рынок искусства во-вторых тоже имела ввиду капитал как форму значимости value да которая по-моему с конца 90-х годов уже определяется по-другому то есть формой спекуляции играть большую роль чем раньше времена где они определяются кредитными системами то есть вот форма времени капитала и обращение ценностей для которого капитал может служить капитал изменяется тем с самым путем то есть это халлок я абсолютно согласен то есть в принципе великий пилософ в кавычках бендерин франклин по-моему самую глубокую концовскую мысль характеризующую современность высказала время денег то есть деньги то есть то что придает форму времени в том смысле который потом уже наверное трансформирует или компенсаторно обрабатывает язык и литература то есть время это некая такая как бы невидимая абсолютно субстанция с которой работают культурные формы которые нам прямой конечно никогда не дана вот деньги среди этих кодеков которые формуют время они могут наиболее значимы и вот уплатить их вопрос воли был очень в этом смысле как бы осимптоматически вот для меня допустим капитал это не буквально как бы там конец золотого стандарта плавающие курсы глобальные махинации или спекуляции как назови финансовые а вот то что можно выявить общего между литературой и кинематографом выясняется в ныкном смысле это одно и то же кинематографы литература цинкличен, а литература кинематографична в английском смысле они по одной матрице времени устраиваются вот это и есть капитал вот это общая невидимая матрица это и есть капитал я абсолютно как бы солидарен с такой фундаментальной посланкой вопроса который это осуществилось в своем докладе но литература выходит эту логику поддерживает или литература может предлагать все-таки какие-то контр логики критические может и твою мнение тоже интересно как и современное искусство я здесь очень не уверена, потому что если смотреть на практику искусства хотя бы с времен ситуационизма, то наблюдается быстрее и быстрее, особенно в искусстве какое-то обессиливание критики и я до сих пор очень знаю, как понимать вот этот кризис критики то есть я стараюсь понимать, как работает такая кризисная ситуация, какие могут быть понятия, которые мы могли бы пользоваться, чтобы понимать эту кризисную ситуацию особенно если мы как-то наблюдаем, что критика имеет тенденцию к какой-то диалектике, которая поддерживает критизированную систему но для этого у меня, как бы, это я просто не знаю, я не знаю, мне странно, то есть я наблюдаю вот это описывание критики и мне кажется, что нужно или хочется найти какие-то другие формы, либо сопротивление, либо распознание, либо ориентацию в такой ситуации, но не на место у тебя есть, Андрей, ответ тоже, в своей версии небольшая репта просто, ну, я тут просто воспроизвел бы уже известный тезис о том, что литература модернизма это литература, которая основана на неком атопическом жести, на некой компенсаторной логике по отношению к тем процессам модификации, модернизации в социально-экономическом плане она предлагает некие противонаправленные модели, она пытается компенсировать нехватку времени, а также фрагментаризацию времени и упорядочение ее схемы, какие-то рациональные она под великие метафизики, в этом смысле компенсаторные времени от Берцона до Тарковского которые пытаются вернуть ощущение живого, коллективного, слитного времени людям как раз, пользуясь вот этими абсолютно неприспособленными для этого вещами, как кинематологов, например а культура постмодерна, это уже искусство, которое теряет этот импульс, этот критический, компенсаторный, методический импульс и просто, как ты говорила, она кодирует, помогает, ну такой анестетик, нам не чувствует травм то есть это все есть, но мы уже не чувствуем боль мы уже живем в этом мире, где все фрагментаризировано как-то, и какой-то темпорализ совместный, коллективный критики не важно установить, где всякая локализация, всякие аутентичные депритальные проекты они просто вот такой дыру всеобщего глобализма в сеть проваливаются но этого мы уже не ощущаем как проблемы вообще но мы, ты второй раз говоришь о постмодернизме, насколько я понимаю, альтермодернизм все-таки является оппозицией постмодернизма, в каком смысле? в довольно определенном смысле, то есть я понимаю постмодернизм, скорее всего, просто как то явление искусства в культуре, которое намечает на какой-то конец и кризис модернизма и определяет самого себя после него он сконцентрирован на сам модернизм то, что мы называли альтермодернизм тоже обращается к предмодернистскими формами но не в форме простой регрессии, а в форме альтернативных и модернизмом, и предмодернистским ситуациям то есть, поэтому модернизм не просто, не только модернизм присутствует как диалектика модернизма постмодернизма, но и предмодернистские устройства особенно важно это для обращения к ней европейским культурам где вопрос про детенности или предмодернистских строев намного более важен и модернизм, и постмодернизм их, скорее всего, воспринимают как еще одно хронологическое каком-то пути и, да, либо как регресс, либо как что-то, которое нужно довести до модернизма то есть это же обращение к предмодернистским и немодернистским искусствам и состояниям культуры, которые такую педагогическую и историческую задачи им уже не ставят но значит ли это, что альтер-модернизм все, к чему он обращается, помещает в такую равнозначную перспективу или нет? как сосуществуют эти сюжеты? может быть неравнозначную, но, как, поэтому я сказала, что одна его задача состоит в распознании асинхронных или не одновременных ситуаций по отношению к сегодняшнему дню то есть исторически и во времени, что одна его задача не полная синхронизация, не полного единства времени в сегодняшний момент а терпоральных синхронизационных движений то есть они разные, разно-равные но их и уравнять не нужно уже мне так еще кажется, у нас в теме было заявлено сообщество что возможно все-таки тем самым альтер-модернизм предлагает какую-то альтернативу того, как нам быть вместе но только не как какому-то спаянному коллективу, а как тем, кто имеет эти разные контексты за собой но тем не менее собрались тут и могут найти общий язык, ну как-то так но тогда должны быть еще какие-то этические установки, я не знаю, политические установки зачем мы здесь собрались, почему нам интересно будет ли важно то, что мы собрались, обсудили для нас после того, как мы разойдемся, изменит ли это нас то есть ставит ли все это, возникают ли все эти вопросы в этой новой асинхронной современности или они вторичны и тут вопрос о этих условно первом, втором и третьем мирах они могут существовать и дальше совершенно параллельно или все-таки что-то их связывает внутри этой альтер-модернистской новой парадигмы я не знаю насчет альтер-модернистской, слот у меня достаточно новый и очень интересный но я думаю, что поиск некой третьей логики между постмодернистской легитимацией гетератопии, гидрохроничности, когментарности, всего этого то есть постмодерение на это фейсбук или там социальная сеть, это вот постмодернист каждый сидит у себя дома, кто в тапочках, кто в сапогах кто пьяный, кто трезвый, кто по-разному и вроде как они в одно время ведь очевидно, что они совершенно разных мирах в том смысле, в котором Бахтин говорил о хронотопии что нет, это капитализм абстрактное время время такового нет, время существует в этом классическом принципе единство, время, место и действие вот это уже что-то реальное место, время и действие вот почему капитализм, почему так выгодно капиталу подорвать этот принцип изнутри, на нем где кусочки и как его обратно собрать, вот это огромная проблема вот мы сейчас представляем собой некую реальную альтернативу называть ее альтер-модернистка или не постмодернистка я не знаю, дали себе труд вот Ангель приехала издалека, спасибо большое вот что мне позвала ей огромное спасибо мы там дали себе труд выйти но я вот представляю через несколько, как бы люди уже ну для них это будет сверх усилив вообще вот это выйти из своих птичей вот из этой матрицы, который загоняет капитал и вообще как бы хоть как-нибудь вот воспроизвести в принципе 300 времени и местных действий а то к нему рождается смысл ценности так есть у альтер-модернизма какие-то, ну я не знаю, инструменты какие-то намеки, как ты часто в докладе говорила на то, чтобы эту новую какую-то конфигурацию сообщества предложить? или все это случайно происходит? получится хорошо, не получится? нет сообщества? я не думаю, что это случайно происходит потому что, то есть, навыки и как бы коммуникационная установка на это они огромные, да, то есть фейсбук, если его процитировать он скорее всего действительно постмодернистский в том смысле, что он чисто медиальная система связь с реальностью как бы не имеет то есть все происходит в самом виде именно социальный аспект устанавливается чисто экономически то есть экономически медиально обменом дат данных данных данных, да то есть встречи, что да, чтобы вот соединялось вот это не остальное время люди то есть что из этого еще что-то вышло вместо действий по-моему это и именно есть уже другой какой-то навык, который не довольствоваться вот простой фейсональностью медиа которая в очень долгое время по-моему была именно установкой там модернистской например поэзии, да она сопротивлялась выйти за границы языка и наверное ни за какую цену его не как бы Гавриил бы встретиться ни с читателем ни с их читателем по-моему это уже то есть этот выход из заключенного на себе медиального мира по-моему отличать это а за счет чего это происходит в этом модернистском романе ну или вообще в этом парадигме интермодернистской по-моему потому что медиального другого недостаточно и по-моему то есть самая минимальная этическая установка состоит в том что как бы действие не обращается просто к медиа или не просто целенаправленно на какой-то объект в смысле там я иду на работу я то есть я продуцент я производитель то есть социальным миром скорее всего с другим социальным миром то есть и оттуда получается по-моему это уже не коллективное в форме содействия потому что другой будет интересен того который как я идентичен в каком-то смысле или со мной то вот не идеальная форма как фейсбук они по-моему заточены шелковой генность и желание по-моему дает импульс выхода из из закрытой сферы в виде которые тоже как зеркало работают ну что какие есть еще вопросы реплики ну что будем может быть уже и завершать да спасибо тогда еще раз Анке всем кто пришел сегодня